Виталий Грачев А вот так этот же мальчик показывает лунную походку своего кумира. Но тогда Майкл Джексон из Одессы еще не знал, что через 10 лет будет собирать полные залы, став звездой российской эстрады. Сегодня впервые Витас расскажет все о своей личной жизни и как он переживает уход матери, которая умерла в возрасте 50 лет от остановки сердца. Прости, родная, сара слуку! И почему его теща Ирина Гранковская до сих пор не может простить зятю, что тот украл ее 15-летнюю дочь прямо из родительского дома? Витас, первое телеинтервью! Мне трудно передать словами те чувства, что во мне живут. Как объяснить все? Ведь ночами заснуть раздумья не дают. Тебя я вспоминаю, мама, родная, милая, прости, за то, что был всегда упрям я, избрал тернистые пути. Прости, родная, за разлуку, за письма редкие мои. Я мысль на тебе, целую руку и губы сжатые твои. Твою любовь, любовь без меры, Твои надежды и мечты. Прости за дерзкие манеры, Из-за чего грустила ты? Теперь о жизни больше знаю, Я многое сумел понять. Твою заботу вспоминаю, И так хочу тебя обнять. Прости, родная, За разлуку, За письма редкие мои. Я мысль на тебе, Целую руку и губы сжатые твои. Прости, родная, За разлуку, За письма редкие мои. Я мысль на тебе, Целую руку и губы сжатые твои. Добрый вечер, спасибо большое за то, что сегодня первое интервью Витаса состоится у нас на программе. Я думаю, что многие мамы сейчас, слушая эту песню, плакали, примеряя на себя, безусловно, каждый раз историю. Но я знаю, что эта песня посвящена одной маме. Да, вы знаете, очень тяжело, когда уходит самый близкий, родной человек. Мне сейчас трудно просто об этом говорить. Самое страшное, что самый дорогой, любимый человек для тебя умирал у тебя на руках. В 2001 году она очень сильно заболела. Диагноз был очень серьезный и процесс был необратим. Я был вынужден из Одессы перевезти ее в Москву. Она пролежала в больнице очень долгое время. Потом ее выписали, она находилась у меня дома. И вы знаете, она никогда меня не звала. А когда я приходил к ней в комнату и говорил, мамочка, может тебе воды или ты хочешь кушать, ты голодна? Она показывала мне вот так вот рукой. Я понимал, что ей настолько плохо, она настолько плохо себя чувствует, что она отключается от внешнего мира абсолютно. И однажды ночью, ориентировочно в 3 часа ночи, она позвала меня и сказала, сыночек, ты знаешь, мне очень плохо. Мне нужна скорая помощь. Я вызвал скорую помощь, и врачи сделали предварительный осмотр и сказали, что готовьтесь, и осталось 3 дня жить. Я положил ее в больницу, а на следующий день я должен был улетать в Сочи, в зал фестиваля, у меня должен был быть концерт. Я знал, что меня ждут мои зрители, почитатели моего творчества. Я сказал, я помню, я склонился над ней, говорю, мамочка, ты знаешь, я завтра должен улететь, но я обязательно вернусь. Она посмотрела на меня и сказала, я эти слова, наверное, никогда не забуду. Она сказала, сыночек, у тебя очень уставший вид, тебе нужно отдохнуть. Я сказал, мама, ты не переживай, я вернусь, я приеду, и все будет хорошо. На следующий день я уехал в Сочи, и утром она мне позвонила. Вы себе можете представить, человек, который не разговаривал уже на протяжении, наверное, 5 или 6 месяцев, позвонил мне на мобильный телефон. Она сказала, сыночек, привет, это я. Я говорю, привет. Она говорит, ты знаешь, мне стало легче, я себя почувствовал нормально. Я обрадовался очень сильно, и, к огромному сожалению, это был последний разговор с ней. В этот вечер она умерла. Вы знаете, у меня был такой номер, когда мои танцоры поднимали парашют вверх и опускали его. И в один прекрасный момент под парашют залетела ласточка. И они ударили ее в пол, и ласточка погибла. И это, наверное, был какой-то символ, какой-то знак. После концерта мне сообщили, что она умерла. На следующий день я позвонил своему папе, рассказал, что мамы больше не стало. И, вы знаете, я впервые услышал, как мужчина плачет. Я вам клянусь, он плакал, как ребенок. На следующий день он мне перезвонил и говорит, ты знаешь, а мне Лилечка снилась. И рассказал мне, что она позвонила в дверь. Папа ей открывает дверь, она заходит и держит что-то в руках. Он спрашивает ее, что у тебя в руках? Она открывает ладони, и папа видит, что у нее в ладонях ласточка. Но что самое интересное в этой ситуации, что папа не знал о том, что в 8 часов вечера ласточка погибла. И с тех пор я стал верить в какой-то энергетический обмен, в какую-то эзотерическую связь в родственные души. Вы знаете, я сожалею, что, к огромному сожалению, сегодня мамы нет. Но я надеюсь, что она здесь, что она слышит нас. Мама, я люблю тебя. А сколько тебе было лет, когда это все произошло? Это был 2001 год. То есть, 20 лет тебе? Как ее звали? Лиля. Но я знаю, что есть ее сестра, твоя тетя, сегодня здесь на программе, которая... Она очень боится расплакаться. Вы гордитесь своим племянником? Очень горжусь. Очень горжусь. Очень его люблю. Я его люблю так же, как любила его мама. Они неразлучны были. По сей день неразлучны, по-моему. Я знаю, я тоже, вы пережили удар судьбы и... Да. В 2008 году я потеряла сына. Простите. Вы знаете, Тюмочка всегда ко мне на концерт. Я же очень часто приезжал в Новосибирск, и она приходила с моим братом до ее рода. А последний раз она пришла одна. Ну и теперь я понимаю, что вы воспринимаете Витаса больше, чем племянника. Конечно. Как сына. Это мой сын. Я его так же люблю, как его любила мама. Я слышал историю про то, что после концертов в Одессе все цветы, которые тебе дарят, ты относишь к могилу матери. Да, я считаю, что... Вы знаете, я любил очень... Я очень сильно любил маму, поэтому всю свою душу, все свое сердце я готов отдать ей, потому что это самый близкий родной для меня человек. Тут даже дело не в цветах. К огромному сожалению, она не успела увидеть того, чего я хотел бы, чтобы она увидела. Она не может прийти на мой концерт. Я всегда... Вы знаете, когда я приезжаю в Одессу, это для меня, наверное, самый особенный концерт, потому что я чувствую ее присутствие. И практически, наверное, на каждой песне у меня какой-то внутренний эмоциональный взрыв происходит. И самые сложные концерты, конечно же, в Одессе. Словами это не объяснить. Ну, с одессой у тебя связана еще одна история. Я думаю, что ее лучше расскажет героиня, которая приехала на эту программу. Это твоя теща Ирина Гранковская. Встречаем Ирину Валентиновну. Она сегодня в гостях на эту программу. Помни всегда, и должен всегда помнить, что у тебя есть еще одна мать. Это я. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер. Присаживайтесь. Добрый вечер. Скажите, с какого возраста вы знаете Витаса? Ну, с 19 лет. Ага. А, и как познакомились с будущим взятем? Мы познакомились на концерте ему с комедией. Вот. Он подошел ко мне и говорит, вы мать Светланы? Я говорю, да. Можно я у вас ее украду на несколько часов? Ну, так как я его не знала, я посоветовалась со своей старшей дочерью. Она знакома была, очень с ним хорошо. Она говорит, мамочка, не переживай, все будет хорошо. Но несколько часов, как я понимаю, превратились... Ну, вот, превратились... В десятки лет? Да, да. Уже. Сколько было с Вети лет, когда он решил ее украсть? 15. Я, как мать, тяжело пережила все эти... Ну, не волнуйтесь. Он... Мне было очень больно. Тяжело было. Когда я узнала, что Светлана уехала в Москву, я просто не знала... Я не находила себе места. Я не знала, куда бежать, что мне делать, куда звонить. Через некоторое время только мне принесли записку домой. Мамочка, я... Простите меня, я вас очень люблю, но люблю и Виталия. Поэтому не останавливайте меня. Я знаю, что мне с ним будет очень хорошо, поэтому я решилась на такой поступок. А как, скажи, 15-летнюю девочку ты решил... Вы знаете, я настолько сильно был влюблен в нее, что я понимал... Что в Москву я уезжаю уже не на один день, не на два, а на длительный период времени. Это настолько сильная любовь была, что я даже в тот момент не понимал, что она несовершеннолетняя. И что я могу быть привлечен к уголовной ответственности. Ну, это твоя первая любовь такая большая. Да, я когда ее увидел, я посмотрел в ее глаза, вы знаете, вот током ударило. Я понял, что я без этого человека не смогу больше прожить и секунду. Ну, у вас уже дочка. Сколько дочери? 21 ноября ей исполнилось три года. Взрослая. Мы слышим ее голос за кулисами, да? Почувствовала, что про нее говорят. Да, да, да. И, кстати, мне сказали, что она передает мне привет. Еще до программы она передавала. Давайте посмотрим. Просто я подготовился к ее встрече, потому что в три года ей уже поклонница, которая передает приветы. А теперь! Я тебя люблю! Привет! Еще не видел, но уже тоже люблю. А почему вы решили назвать ее Алла? В честь кого? Вы знаете, я, наверное, как человек творческий всегда мыслил образами. Алла, дуновение ветра, Алла, легкость Алла, солнце Алла, вселенная Алла, галактика. И когда я предложил Светочке назвать ее Аллой, она тут же согласилась и не было никаких споров на эту тему. То есть ты не как Филипп Киркоров, Алла Пугачева и... Ну, вы скажите, итак, вы слышите звонок. Вы успокаиваетесь, что дочь в порядке? Да, жива, здорова. Вот. И еще запомнила такие слова. Она говорит, я часто сидела и говорила Виталию, что... Виталий, я очень скучаю по маме и папе. Ну, о родителях скучаю. А Виталий ей как бы ответил, ты знаешь, Светочка, я с этого момента встану для тебя и папой, и мамой. Я надеюсь, что вы простите меня, потому что на сегодняшний день я, наверное, самый счастливый человек. Благодаря вас. Благодаря вас, я просила, дорогой мой. Мы видим свадебные фотографии. Охранники, это чтобы невесту не украли или что? А это мы нарисовали их просто. А, вы нарисовали их, понятно. Давайте, я думаю, спросим сейчас у Светланы, вспомнит ли она свадебное путешествие или, может быть, у нее есть мечта действительно отправиться в него. Светлана, супруга, встречаем. А, иду сразу с дочкой. Ты так боишься. Светлана, супруга, встречаем. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы знаете, Андрей, у нас было свадебное путешествие, очень такое интересное и необычное для меня. Нас друзья пригласили на охоту. Было очень интересно. Я впервые увидела, как... Как муж охотится. Да. На женщин. Кого-то у нас быстрее. Утку. Утку. Даже у меня получилось. Ну, скажи, Витас постоянно на гастролях. Как ты переживаешь все это? Я точно знаю, что за разлукой следует встреча. И Виталик вернется к нам, обнимет нас, поцелует. Но самое главное, что я хочу вам сказать, что у меня есть вот... Посмотрите, такая прекрасная дочка, такая золотая. Самое замечательное в мире. А самое главное, самое главное, вы посмотрите, как она похожа на него. Да. И благодаря ей, только ей, я всегда чувствую его присутствие. Молодцы. Скажи, ну вот, такие большие чувства в 15 лет. Вот сейчас, анализируя всю ситуацию, вот броситься в Москву, написать записку. Прямо кино, готовый сценарий. Да, у нас как в кино все. Вы знаете, я посмотрела в окно, и пояс тронулся. И знаете, что я подумала? Я подумала, боже мой, что я делаю? Но потом я просто посмотрела на него, я посмотрела в его красивые, такие добрые. Голоса. Я поняла, что я люблю этого человека, что я хочу с ним быть вместе, рядом. А самое главное, что я ему очень доверяю. Я его очень люблю, я тебя люблю. Ну вы таким его увидели? Давайте посмотрим. Внимание на экран. Это судьба, а судьбу не могу, я не на чем просить. Только я знаю, как после меня встанут ветра колоси. Шнуровой микрофон. Я боялся в нем запутаться постоянно. Можно показать видео из Китая? Потому что я перед программой посмотрел видеокадры, которые нам прислали с китайского телевидения, как витасы разрывают на концерте в Китае. И поэтому мне хочется узнать мнение вашей как супруги. Как вы, видев все это, реагируете, что муж на гастролях, и с ним происходит там вот такое. Внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ Сергей, ну вы как продюсер, понятно, что вот эти кадры считают, что сегодня должны стать культурологическим шоком, и Николай Басков должен просто, не знаю, повеситься, увидев это. Ну пусть завидует, пусть завидует. Передаю привет. Давайте мы сейчас сделаем небольшую рекламу сразу после этого. Китайские поклонники Витаса, а также сюрпризы для нашего гостя. Все это после рекламы, не переключайтесь. В эфире «Пусть говорят» Витас. Первое интервью. И оно в программе «Пусть говорят». Сюрприз для нашего гостя из Китая. Приехал китайский Витас, который всю жизнь мечтал увидеть своего фумира. И его голос такой же, как и у нашего. Дэвид Го. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вы впервые видите или вы знакомы лично? Я вижу впервые очень обаятельный молодой человек и это фантастически приятно, что он таким образом выражает свои эмоции, свое внутреннее состояние. Больше всего мне понравилось слово «полячит». Но мой брат Витас, он слишком велик для нас всех, поэтому он как бог для нас. Да, он мой старший брат. Он очень похож на меня, нет? Ну обычно у нас на этой программе все и встречаются. Братья, сестры, родители, если они не виделись. Поэтому, в принципе, ты можешь быть его братом. Я разрешаю. Он, кроме того, что он мой брат, но он еще и мой идол. Идол для миллионов китайцев. Я знаю. Давайте посмотрим, как на концерте Витасы разрывают рубашку, потому что это невероятно. Внимание. Ох, нифига себе. Таня, сколько у нас до выхода? Что делать? Да, быстрее давай. Ну это по х***у можно. Вот так вот пробираться после концерта. Очень опасно. Чтобы поклонники не узнали, где будет машина для Витаса. Постоянно крутится машина для Витаса. Вот вы видите, в каком виде находится багаж в знаменитом аэропорту. Непонятно. Вот в таком вот виде. Это вы видите перед собой последствия привоза. Скажи, а почему так любит Витаса в Китае? Мне кажется, он очень красив. Во-первых. У него очень высокий голос, как у дельфина. Замечательно поет. А это правда, что в Китае даже памятник Витаса? Витаса, как... Памятник? Конечно, должен быть. У меня дома даже есть маленькие. Но у нас в городе есть. В центре Шанхая, покажите фотографию. В центре Шанхая есть памятник Витасу. Хочу, чтобы вы видели, как девочки на улицах распевают песни Витаса. Китая, внимание. Ах, подожду еще чуть-чуть, и забыраться буду в путь. Свет на нагреты и мечтой. Не, да гораздо там моя посоль. Удивительная страна, удивительная. Господин Сун Линь, вы третий секретарь посольства Китая в Российской Федерации. Как вы объясняете, почему вот Витас так популярен у вас в стране? У него есть все талантливые условия и качества для стать известным певцом. То есть китайские люди очень нравятся русские песни или советские песни. Например, это «Подмосковные вечера», это уже называется народная китайская песня. Народная китайская песня. Я считаю, что мы должны показать тебе, как Витас в молодости пародировал Майкла Джексона. В таком же возрасте, как и ты. И эти кадры у вас есть, да? И эти кадры у нас тоже есть, да. Мне кажется, сейчас ты должен сделать мастер-класс для Дэвида. Он талантлив, тем более у него модные такие, смотри, летающие кроссовки, поэтому у него все получится. Лунная дорожка. Российско-китайская дружба. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, у тебя отлично получилось. Дорепетируешь дома. Сейчас я познакомлю с русским фанатом Витаса Димой, который здесь не с пустыми руками, а с банкой с водой. Дима, расскажите нам, по какому поводу банка в студии? Ну, банка это заряжать. Я могу предоставить вам сотни людей, которые не только лечат головную боль, ну, в принципе, всё. Потому что это по-настоящему целебный голос. То есть голос, который лечат. Сергей, я не знаю, почему мы теряем время и ещё не открыли продажу минеральной воды Витас по всему миру. Согласитесь, если люди верят в то, что голос Витаса лечит, мне кажется, нужно срочно использовать. А мы не теряем время. Если творчество Витаса, его голос, его работа, его труд приносит людям такую пользу и в таком качестве помогает им жить, спасибо вам, Витас. Николай. Единственная вот маленькая, маленькая такая зарисовка из личной практики. Позапрошлая зима, Олимпиада в Ванкувере, русский дом. Значит, мы выезжаем с программой «День первого канала в русском доме». Готовимся к вечеру, идёт настройка. Я не сразу обратил внимание, в уголочке группа дамы-божьи одуванчики, человек 10, сидят, наблюдают за всем происходящим. В какой-то момент одна из них отделяется от компании и отлавливает меня и задаёт вопрос тихим таким голосом, весь этот шум перекрывая. А мальчик Витас будет? Нет, вы знаете, будет Яна Чурикова, Андрей Макаревич. Она меня так, уже дальше не слушая. Жаль, развернулась. И вот вся вот эта компания, как привидение, встали и ушли. И в этот самый момент я вспоминаю, тут же у меня всплывает, ещё года за два до этого, мой родной город Волгоград, вижу афиши, Витас, программа «Мама». И мой друг, занимающийся гастролями в Волгограде, показывает мне на эти афиши. Коль, я не понимаю, я не понимаю, как это, ну как это, я не понимаю. Снимаю шляпу перед продюсером, снимаю шляпу перед талантом артиста, и, пожалуйста, возвращайтесь домой. Сейчас ещё одна короткая реклама, далее в нашей программе уникальные видео из семейного архива, а также женщина, которая стала мамой для Витаса здесь, в Москве. Она расскажет всё после рекламы. Вы смотрите «Пусть говорят» Витас, первое интервью, и оно в программе «Пусть говорят». Сейчас в этой студии появится московская мама Витаса, она заменила ему мать здесь, в Москве, но её глазах Виталик стал суперзвездой. Встречаем Галина Пудовкина. Галина Ивановна сегодня в нашей студии. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Песни, как не только могу отдаю, всё тебе. Ты самый лучший. Самый лучший. Серёжа к вам в дом привёз Виталика. Виталика, да. Вы знаете, это было удивительно. Я увидела этого мальчика, он приехал тогда совсем, ну, мне показалось молодым. И, вы знаете, многих я слышала и привозил Сергей, но такого голоса. То есть не было никаких сомнений в том, что это будет, вот, ну, главное, вы понимаете, много певцов у нас, но такого интеллигентного, доходчивого певца, по-моему, больше нет. А это правда, что когда он приехал, он был очень-очень худым? То есть не то слово. Не то слово. Я когда увидела, я говорю, Сергей, он вообще кушает? Он говорит, представь себе, да. А это правда, что, сейчас вы узнаете страшную тайну, что Юрий Николаев не взял тебя на утреннюю звезду? А может, и не узнаете. А может, и не узнаете? Да, я всегда хотел выступить на конкурсе «Утренняя звезда». С самого раннего детства у меня был уже продюсер. Мой любимый дедушка Аркадий Давыдович. Он и вел переговоры с «Утренней звездой», но он отправлял несколько десятков, там, несколько сотен писем, но, к огромному сожалению, ответа на эти письма не приходило. И в это время ты... АПЛОДИСМЕНТЫ И все это время ты играешь на аккордеоне. У нас есть уникальное видео, давайте посмотрим. Внимание. Я Виталий Балден Индеска Эндербен Ты немножко актер Я немножко Рузен АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Витас, аккордеон и странная девушка Ты плакал или смеялся? Ну сейчас я уже успею Да, это была театральная зарисовка Я занимался в театральной студии И перед тем, как учитель Анатолий Иванович Падука Приходил в театральную студию Мы готовили для него разные красочные сюрпризы И вот это один из сюрпризов Но я не думаю, что он красочный Гена, хочу сказать, что сегодня, конечно, первое интервью Витаса Поэтому все гости молчат Но для тебя что-то новое сегодня открылось в этом исполнителе? Ну, я, честно говоря, под впечатлением И то, что он заговорил, это действительно откровение для всех Он сегодня столько рассказал своих тайн и самых сокровенных Он по-прежнему, благодаря вот этой улыбке Витас, улыбнись Останется для всех загадкой Саша, но вы были одним из тех, кто раньше других увидел Витаса еще в Одессе И стали рассказывать про него в Москве Я такой гордо сейчас сижу Потому что хоть какую-то вот маленькую-маленькую частичку в его жизни я сыграл Я приехал на гастроли в Одессу И, естественно, после концерта надо было поужинать И нас привозят в клуб, по-моему, «Мираж» назывался Огромный стол президиума такой, сцена Никого Поляна, как у нас называется Стол накрыт просто, ну, привоз чистый И что вы думаете? Выходят девочки, варьете такое Танцуют, там все красиво И вдруг выходит парень И начинает петь И вы знаете, у нас с коллективом Вот оцепенение какое-то было Мы так И я говорю, иди сюда Он пришел, сел к нам за стол Я говорю, ты понимаешь, что ты Неправильно себя ведешь по жизни Тебе не эта сцена нужна Тебе нужна Москва И что вы думаете? Я дал ему несколько телефонов Приезжаю в Москву Выступление должно быть Аллы Борисовны Пугачевой Значит, рождественские встречи Мы приходим на собрание В театр Перетты Садимся Прошло там 2-3 месяца прошло где-то Вот И мы сидим Алла Борисовна общается со всеми артистами И вдруг говорит Так, секундочку Виталий, спой И он берет ноты Она поворачивается к Преснякову и говорит Володь, ты понял, как надо петь вообще? И я Я Я такой был счастливый в оцепенении И я просто сегодня счастлив, что я в его жизни Имею маленькую-маленькую долю Я вот не так давно был в Владивостоке И встречался со школьниками Школьники меня спрашивают Вот что главное в жизни, чтобы чего-то достичь? Я говорю, самое главное, чтобы у вас в жизни была мечта И вы четко ее могли сформулировать Потому что если вы не можете сформулировать свою мечту в детстве Да, то у вас ничего не получится Потому что вы не знаете, куда двигаться Давайте послушаем, что говорил Витас, когда его спрашивали о мечте Внимание на экран Мое желание поступить в музыкальное училище Стать профессиональным танцором и музыкантом А моя мечта выступить на конкурсе «Утренняя звезда» Не сбылась только «Утренняя звезда» Но поверь, пусть говорят сейчас круче, чем «Утренняя звезда» Поэтому А своего первого учителя Ты помнишь по аккордеону? Да, Геннадий Сергеевич Комаров Интуитивно он меня воспитывал Так как он незрячий, он не видит И мы всегда начинали наши уроки с того, что Не с нотной грамоты Он всегда брал аккордеон Играл мне произведения И через какой-то период времени Через 15-20 минут Я половину этого произведения уже мог сыграть Но хочу сказать, что сегодня для тебя будет сюрприз Потому что Инна Сергеевич приехал на эту программу Ну что? Да, и сейчас появится здесь Встречаем Первый учитель Могу ему Добрый вечер, Андрей Добрый вечер, Андрей Добрый вечер, студия Данные блестящие, конечно, были Хорошая память музыкальная Слух, ритм Ну, пластичный он очень гибкий такой Эмоциональный ребенок То есть уже тогда можно было сказать Что у мальчика большое будущее Я понял, что у этого ребенка есть искра божья Понимаете? И с этим ребенком надо обращаться очень деликатно Жанна Михайловна, тоже твоя учительница здесь сегодня Не знаю, увидел ты ее и узнал ли Добрый вечер Добрый вечер Что вы расскажете нам про этого ученика? Это был уникальный ученик Я много лет работаю в школе У меня не было И думаю, что не будет таких учеников Теоретические предметы он не любил Он занимался с Геннадием Сергеевичем Прекрасно играл Но три года не ходил на теоретические предметы Но когда нужно было кончать школу Завуч привел его ко мне И говорит, ему экзамен нужно сдавать А он же не посещал Проверь, что он знает Надо же как-то выпустить его Ну я начала проверять по тому классу Которому он соответствовал Ноль, ниже классом ноль, ниже классом ноль Ну я поняла, что надо начинать с АЗОВ Ну и вот мы начали с ним заниматься Он был в детстве немногословный Немногословный То есть сегодня вообще его первое интервью Он настолько тонко Ну вот Вот обыкновенный пример Вечером поздно, уже темно Звонок в дверь Иду, открываю дверь Стоит Виталик с букетом цветов Праздников никаких Виталик, что случилось? Он задыхается И говорит, Жанна Михайловна Посмотрите, какие красивые цветы Я проходил мимо и не мог пройти Посмотрите, какие серединки у них Я не мог их не купить вам и не принести Можно я вам, можно я сегодня вам Вручу этот букет цветов за такого ученика Здесь тоже красивые серединки И вам за то, что вы действительно посвятили столько времени Спасибо большое Сейчас еще одна реклама Папа Витаса сразу после Короткой паузы, не переключайтесь Вы смотрите, пусть говорят Первое интервью Витаса в истории И оно сегодня в нашей студии Во время рекламы к нам присоединился Владислав Грачев, папа Витаса Добрый вечер Я знаю, что вы хотели сделать из сына Не артиста, а футболиста У него это получалось довольно здорово Я сидел как-то на тренировке с его тренером И он говорит, у него получится классный полузащитник Он говорит, видит поле, пас на 15-20 метров Но не получилось Я играл за основной состав детского черноморца Сидел в запасе Потом меня выпустили на поле И как раз папа присутствовал на этом матче И после того, когда я вернулся на скамью Он подошел ко мне сзади и шепнул Сынок, ты не футболист Не занимайся, это не твое Тебе нужно заниматься музыкой И после этого я выбрал для себя этот путь Я выбрал для себя эту тропу И я иду по ней по сей день и никуда не сворачиваю Прости, но глядя на эту фотографию Я больше представляю тебя в кружке Юный художник, чем на футбольном поле Причем, что самое интересное Что песню оперу номер 2 я написал в 3 часа ночи В своей квартире Когда папа в соседней комнате спал И когда я начал экспериментировать Искать вот эту высокую ноту Папа из соседней комнаты выглянул и сказал Сынок, если ты сейчас не прекратишь петь То я буду вынужден вызвать милицию Я хочу сказать, что у нас есть такая сегодня мирная атмосфера Что Аллочка уже даже засыпает Что не похоже на... Знаете, она когда... Она очень часто бывает на моих концертах И как только она слышит первые аккорды Она тоже засыпает Неудивительно Волшебный голос, который лещит и дети засыпают А я хочу сказать, что вы... Сереж, вы похожи как две капли воды с папой Витаса Просто я смотрю... Просто кто чей родственник в этой семье, понимаешь? Давайте лучше посмотрим еще на одного члена семьи Который приехал на эту программу Это дедушка Витаса Он тоже сегодня здесь Аркадий Давыдович Ветеран Великой Отечественной войны Привет, привет, привет Как вы лицо? Прям три пятнета, да? Да Я первый, я второй Аркадий Давыдович, присаживайтесь, пожалуйста Ну, если папа хотел, чтобы сын стал футболистом То я слышал, что вы хотели, чтобы сын стал военным Рядом в чилище знаменитый Одесска, артиллерийское имени Фрунзе Ну и думаю, попробую я с него сделать военный И я его начал дрессировать, как говорят Подъем, тревога, по минутам, по секундам Он исполнял, ему было два года или сколько Только начал ходить, он все делал Вот это вот Купил ему барабанщик, он сидит на полу Тогда патефон играл А он, ну, так точно Не играет Как музыкант Я уже думаю, что так вот военность с него, наверное, не выйдет Вот Ну, он Так мы дошли до кардиона Потому что было время такое Пианино, он хотел играть Но дело в том, что в то время пианино это было За облачных высот Деньги надо было платить Это очень дорого было Я пошел на скрипку, потому что Пианино дорого, и скрипка в два раза дешевле Места не занимает Вот Аркадий Иванович Ну, понятно, что, наверное, чаще других вам вопросы дают про жабры Где у Витаса жабры? Спрашивают вас Ну, такая легенда возникла тогда, когда он выступал первые оперы начались Уже он выступал на большой сцене Вот И первый клип его Ихтиандр Налепили ему сюда Значит, они показывают Налепили ему сюда пластилин на шею Вот сделали И окунули его в это самое Что он пришел Да Но это уже, это дело психическое Вот Ну, начали звонки мне Что, правда, что у Витаса эти жабры появились? Что он поет не голосом, а типа Что-то такое подводное или подземное Самое смешное, что он позвонил из Москвы И говорит, что мне сделали операцию и вшили жабры А Лиля, моя жена, была в шоке Я говорю, да не слушай глупости, не может Это шутка, наверное И он потом перезвонил, через некоторое время сказал, что я пошутил Ты не помнишь? Да Катя, а как ты отреагировала на историю про жабры? Ты поверила в это или? Я хочу сказать, что я так нарыдалась за программу, в которой сегодня мы находимся Потому что меня растрогала история про маму, про твою семью Виталик, и я хочу сказать, что ты очень счастливый человек Все истоки человека начинаются из семьи, из окружения Кто рядом с маленьким ребенком идет по этой жизни И я хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто был с тобой рядом Кто сегодня в тебя верит, кто идет с тобой по дороге жизни Спасибо Я знаю, что вы вместе хорошо проводите время и даже поете иногда вместе Может быть, вы сегодня продемонстрируете нам что-нибудь совместно У меня музыкальная АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я не знаю, что Мару не знал АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Когда простым и нежным взором ласкаешь ты меня, мой друг Необычайным цветным узором земля и небо вспыхал вдруг Веселий час и боль разлуки хочу делить с тобой всегда Давай пошли друг другу руки и в дальний путь на долгие годы АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вурнавасы, Аркадий, Дубыдович! Так дойти руки им дали путь на долгие годы. Спасибо вам, Лука! Спасибо за Лука! Спасибо за прекрасный вечер! Берегите себя и своих близких! Спасибо огромное! Витас, первое телеинтервью! Витас! Витас!